приветствую всех кто будет смотреть это видео оно посвящено сборке ножа из клинка берякова марка стали х12 здесь указаны параметры только клинка из рога лося вот он обвел центральное это место где поры здесь поры вот в этом месте где белое коричневым простым карандашом место где я буду срезать этот рог чтобы установить спереди вот такой бойстер из мельхиора и тыльник из низельбера вообще будет смесь низельбера и мельхиора здесь будет на бойстере напаянные полоски всякие фактурные из низельбера то же самое будет напаянное здесь плюс есть еще сзади будет колесо как бы запаска для чего нужно колесо это стилистика всего ножа будет посвящен нож и вообще будет подарок сделан заказчикам производителям внедорожника точнее вездехода не буду рекламировать эту машину в общем такой вездеход который производится в россии если я не ошибаюсь и довольно таки интересная машина и человек хочет подарить производителям такой нож где будет именно изображен изображена эта машина вот буду вырезать здесь по центру машину вот эту вездеход и вообще вся атрибутика вся фурнитура будет посвящена именно данной машине плюс вот такая вот хорошая кожа у меня есть вот на углу кожи есть очень классная фактура прямо супер как потрескавшейся земли вот здесь обязательно будет ножнах использоваться и на ножнах на самих ножнах будет необычный нестандартный для меня шов я не так уж много сделал нужен но по-моему у меня получается я так я так считаю думаю я так думаю что получается и хочу именно сделать какой-то интересный дизайн нужен ну будет свободный подвес это стандарт а именно где-то что-то добавить свое интересное чтобы сочеталось и нужный и рукоять и клинок плюс клинке ну в клинке я сейчас сразу покажу что я надеюсь это будет видно вот видно видите полоска такая это при слесарке лента забежала чуть-чуть глубже и просто-напросто и производители и отполировал отписка от полировал но это осталось чтобы это убрать здесь будет травление отравление с указанием марки ну машины там и просто такие вот дизайнерские штихи чтобы прикрыть вот этот недостаток я ничего не говорю что там плохо туда-сюда ну всякое бывает особенно где массовое производство такое выпускается ну вот не хочу такое оставлять для заказчика это я уберу так ну что начнем с рукояти я возьму просверлю отверстие насквозь сквозное чтобы хвостовик вот такой длинный прошел через всю рукоять и дальше будем от этого плясать беру 3 миллиметровое сверло обязательно очки я на руках сверлю кто-то на сверлином станке но мне на руках левчо а 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 второе отверстие сверлю пропускаю миллиметр примерно полтора ниже тоже также ориентируюсь так и так главное чтобы сверло вот так вот не заламывать иначе она поломается и достать его будет оттуда очень сложно а 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 Вот эти 10 сантиметров вполне хватает, чтобы под хвостовик любой делать отверстие. Потом надо будет ручной это все скребками вычищать. Продолжение следует... Теперь убираем перемычки. Обух 4 мм у меня. Как видите, не лезет. Поэтому надо расширить отверстие сверлом. Максимум зажимать, миллиметров, наверное, 7-10. И аккуратненько расширяю в основном по центру. По краям чуть оставляю. Потом оно само разобьется, когда буду незаметно пытаться увеличить. Незаметно для себя буду вводить в сторону. Если изначально сделать из стороны, с краю, то потом здесь на краях больше разбивается. Поэтому я начинаю с центра. В общем, насадил я вот так рукави. Теперь болстер надо подогнать. Как я его подгоняю, показывать не буду. Особо ничего неинтересного. Просто обточу эти края по форме, которая будет внутри вот этой вот отливки. Теперь, что я хотел бы обозначить, что, видите, вот здесь чуть выше. Я поднял максимально. Здесь оставил, потому что это ребро. Это стачиваться будет. Здесь ровно вот так вот. Как необходимо оставил. Вот оно. Вот так ровно и будет у меня. А это ребро убирается в любом случае, потому что здесь вот до сюда примерно... Вот где-то миллиметра 15. Может, 13. Это больстер будет. Потом пропускаем где-то миллиметров от 5 до 10. Свободное место. И потом начинается резьба машинки. Вот эти 10 миллиметров или даже меньше. Оставляет как-то глупо. Поэтому решил полностью это убрать. Выровнять в одну линию. Тем более, вот это ребро с этой стороны пустое. Видите, вот оно. Поэтому думал или снизу убрать. Здесь в любом случае, наверное, это уберу. Иначе все-таки сверху. И еще решил, скорее всего, с одной стороны машинку буду вырезать. Вот с этой. Предложил, написал заказчику. Посмотрим, что он ответит. Потому что, видите, это форма такая вот. Если здесь вырежу, будет более пустое место. И фактуру жалко, такую красивую. Кусочек откололся, когда насаживал. Но это то место, где я убираю лишнее. Так что ничего страшного в этом нет. Что еще? А вот здесь тоже уберу с этой стороны. Обязательно. Ну, выровняю, в общем, рукоять. Стать чуть буду передомом. Вот такой фрезой. Фреза китайская. Заялена как по дереву, но режет кость тоже. Довольно-таки неплохо. Как видите, ножик почти готов. В общем, осталось дело за малым. Все закончить. Сейчас буду показывать чуть-чуть, как фрезой убираю край, чтобы выровнять. Подбольстер уже не буду трогать. Подпильник попробуем. Ну, в том же духе. Плюс еще напильником выравнивал все неровности, которые будут связаны стыковкой с нашим тыльником и нашим больстером. Вот. В этом месте должно быть ровно. Чтобы не было никаких щелей, не было никаких больших перепадов. Плюс это хорошо скажется на удержание рукояти в руке. Вот сейчас уже очень приятно руке. Вот здесь вот то, что сточил. Если еще здесь резьба будет и уйдет вот этот горбик в блок, который, тогда вообще шикарно будет. Палец будет садиться и... Супер. Вот так вот у нас выглядит машинка. Сейчас будем переносить алмазной насадкой вот такой вот, с шарушкой. Высокие обороты, чтобы прорезать быстро. Ну что ж, вот такой иголкой прорезал. Весь рисунок, который у нас будет вырезаться в объеме. Вот такой здесь вездеход. Чтобы у нас видно было, что мы здесь сделали. Карандашиком пройдем. В углублениях, которые есть, попадает карандаш и немножко видно. Вот эти колеса я не стал делать, вырезать, потому что не точно получится. Надо циркулем это все делать. Начнем резьбу вот такой фрезой. Первое, что делаю, выделяю контур. Здесь остается припуск небольшой. Вот здесь почти не вырезаю. Чем ближе к центру, тем больше убираю материала. Это делается, чтобы выровнять плоскость. А припуск нам нужен, чтобы у колеса вот эти вот протектор выделить. Ну, в принципе, уже контур машинки мы обыграли. Теперь сделаем такой, знаете, подрезку фона, всякие деревья, дорогу. Буду использовать вот такой стоматологический бор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так получается, гнется вот в этом месте, а не здесь. Поэтому ставим так, либо держим в руках. Вот смотрите, вот это выровнял, это не помялось. И вот так постепенно по всем краям. Чтобы стал помягче, не забываем отжигать до красна. Сейчас покажу, до какого момента. Вот у такого момента. О, хорошо, натяг пошел. Больших щелей нет, отлично. До конца не подвели и уже выравниваем. Наверное, опять получится как с этой, нагревать придется. Нет, она слетела. То же самое делаем и с другой стороны, где края уже не такие ровные, как здесь. Вравниваем края. Чтоб получился идеальный овал. Торцы забиваются, поэтому надо лишнее убрать. Ну вот, работа и готова. До конца я не сделал, потому что я хочу снять, перевернуть и сделать то же самое с этой стороны. С этой стороны у меня будет вот так. Припаянно вот так. А здесь будем паять пластинку толстую, то что я показывал, 4-х миллиметровую. И колесо. Здесь будет лент. И здесь будет лент. Пайкой зачищаем все края, не только снаружи, что естественно, но и внутри. Плюс, надо зачистить и пластинку, которую припаиваем. Не обязательно, прямо идеально, но вот надо, чтобы плоскость была ровной. Там внутри может оставаться по центру неровности, но края должны быть обязательно ровные. Прогреваем металл для пайки. Стараемся по центру. Засыпаем дуру. Плюс. Роман зелень. Роман зелень. Роман зелень. anya? вот и как видите есть на кирпичиках положил чтобы пламя сюда подходило снизу тоже вот 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 это самое главное вот это самый надежный ну самый надежный признак того что потом не разойдется даже если будем стучать такой полосы которые я срезал с листа получаем ложную зерень прокатывая их в вальцах специальных вот таких вот тут есть и шарики и полоски если что угодно на примере тыльника покажу как я ленты паяю существует три способа припаять вот такие ленты сложной зернию каким-то узором или просто ленты каким-то другим узором или просто без узора или перекрученная проволока внутрь вот они обработанные края все обязательно обрабатывать со всех сторон не только с краю но снизу что появилось лучше так первый способ который я не буду показывать я просто расскажу это вот снять мерку полностью мерку снять отрезать обточить торцы запаять потом а я еще забыл сказать что с припуском отрезать примерно вот одно зерно например лишнее запаять и она будет с щелью после этого паять противоположной стороне когда уже запаиваем половину распаиваем этот кусочек отрезаем подгоняем и так это для начинающих для чего нужно вообще запаивать чтобы села вот так второй способ тоже самое только не запаивая вот так держим запаиваем припаиваем вот так по кусочку по кусочку по кусочку доходим до этого места отрезаем и третий способ идеально подогнать все идеально подогнать здесь туго надеть обработать бурой и запаять. Это, по-моему, самый легкий способ. Но не везде одинаковая геометрия. Вот, например, у него, вот у этого тыльника, геометрия вот такая вот. Сначала здесь широкая, сзади тоже широкая, а в центре узкая. Не получается так надеть. Вот эти места я запаивал отдельно. Вот это место тоже запаяю отдельно, а здесь уже надену. Так что я показываю два способа. Намочил. Теперь обрабатываю бурой. Где мокрое, там она оседает. Прогреваем всю заготовку до красна. Первая пайка. Мы закрепили проволоку, чтобы она не спадала. В несколько этапов. Три, четыре, пять, смотря как, сколько у нас хватит. По кусочкам будем запаивать. А сейчас отрежу лишнее и торцы можно будет выровнять. Как видите, отрезал, но здесь небольшая щель. Эта щель уйдет, когда вот эта сядет часть. Она здесь припаялась, но она сядет и вот ровно полмиллиметра нам хватит. Сейчас обратно нагреваем и запаиваем торец. Игорь, я доверяю. Здесь есть для п stiff, парень. конечно сейчас надо после пайки это все отбелить но я не отбеливаю я просто обтачиваю торец чтобы убрать лишнюю буру выровнять проволоку вот эту которую мы напаяли здесь относительно все и так ровно так что просто контрольный запил края так теперь это все готово берем проволоку и вот такими круговыми движениями чтобы здесь не было поломано и самое главное чтобы плавно все было так смотрите шов здесь противоположную сторону я делаю шов у ленты чтобы не распаялась подгоняю противоположную сторону делаю шов от шва от оковки делаю специально чтобы при нагреве не разошлась или лента или оковка это часто бывает если перегреваешь даже сам не замечаешь как перегреваешь потому что ну вот если много вот этих вот всех лент за всеми уследить сложнее бывает чем просто ровная вот такая вот одна полоска а припой бегать туда где температура выше это надо запомнить и понять будет намного легче так теперь надо сделать отметку где у нас шов заканчивается будет шов так так и я от этого от этой зарубки чуть меньше делаем пол миллиметра видите здесь щель это пол миллиметра пол миллиметра сделаю меньше торцы подводим друг другу делаем так чтобы не оставалось щелей я запилил оба торца чтобы было максимальное сжатие между но не было щелей в общем так здесь вроде все сделано вот здесь вот надо чуть под наклоном вот так потому что мне там помните я говорил что не идеально ровно а вот идет такой вот песочные часы такие так кладем чтобы запаять я паяю такие вещи изнутри снаружи легко изнутри чтобы снаружи будут вылезла это как бы как сказать припой остается внутри шов минимальный снаружи у тонких лент это сложнее сделать он же небо валятся а у толстых легче сейчас все прогреваем плюс для пайки плюс для пайки можно я говорил миллион раз что разводить в воде но мне легче вот так я делаю так мне не жалко то что улетает мне просто так быстрее легче видите затекло это потом не пропадет это потом перейдет на металл сейчас самое главное что с этой стороны вылезло видите вылезло все запаяно очень быстро и легко сейчас перейдем на ридель и обстучим все края запиливаем края шва теперь ставим и выравниваем на плоскость теперь надо подогнать чтобы села часто бывает что даже больше получается переходится заново отрезать и перепаивать бывает меньше тогда надо больше стучать по ригелю тогда она сядет увеличится в размере не знаю даже что легче ну легче наверно увеличивать в размере чем перепаивать вот у края самое главное вот у последней ленты чтобы края вот эти вот вообще не имели щели почти от этого зависит пайка последняя если здесь хотя бы где-то можно скотчить оставить щель потом закроет следующая лента здесь уже будет ну сильно ну если конечно это будет такая торцевая задняя часть но я так не делаю видеть здесь шва нет шва остается здесь ну если вдруг так пригодится иметь надо ввиду а сейчас уже почти наделась по торцу побьем слегка разобьем и она сядет уже практически садится ровно если припой плохой или плохо запаян и вот при таких вот манипуляциях часто рвется шов а а а а а и а а и а 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 вот сейчас остынет положим воду можно будет запилить торец чтобы выровнять чтобы вот это лишнее ушло это припуск оставляю всегда чтобы пайка была легче торец паять сложнее а потом напаять сюда колесико точно таким же образом как и паял кольца сначала кольцо потом пластинку сюда как видите здесь довольно таки немаленькое отверстие это сделано чтобы здесь залить потом клеем здесь будет такое это колесо чтобы пустым не оставалось и технически необходимо обязательно отверстие чтобы металл не вздулся когда нагревается здесь закрыта будет вот этой пластинкой и плюс напаяна будет проволока и если будет закрыта здесь то может спучиться вот это место самое тонкое и плюс еще клей добавится будет монолит чтобы делал зачищаем это место и припаиваем вот так вот а а и а а и и и и и и вот запаял теперь обрезаем края небольшим припуском чтобы края не заворачивались или бывает лишнее срезаешь не видишь куда режешь и вот небольшим припуском надо это вообще отрезать не буду это нет можно можно так грубо вот с таким большим припуском это все обработаем сейчас напильником показывать особо нечего теперь надо круг на половину диаметра сделать делаем вот так вот понемножку заворачивая внутрь это довольно таки сложно потому что то проволока толстая мешает это зелье но надо это делать аккуратно отжигаем еще можно так вот так вот заламывать а потом когда мы ее спаяем от стучим на ригели и она выровняется надо главное не сжимать сильно потому что могут повредиться в эти зернышки полукружки можно так вот так вот закручиваем Выравниваем. Не хватает, надо другой штуки найти, какой-то другой ригель. Другого ригеля нет, вот этот напильник пойдет, что делать. Другого ригеля нет, вот этот напильник пойдет. Другого ригеля нет, вот этот напильник пойдет. Точно таким же образом напаяю еще по краю и в центре кружочек небольшой. Ну что ж, закончил работу по оковке и тыльнику. Потом будет уже только работа надфилями, борами и фрезами. А эта пластинка, это будущая накладка и крепеж, который будет держать у ножен подвес. пока вот так вот обрежу эти края, углы и дальше продолжим. Другого ригеля нет, вот этот напильник пойдет. Другого ригеля нет, вот этот напильник пойдет. После того как выпилил, грубо здесь оставил чуть-чуть, потом это будет равняться. Здесь я обработал края для пайки. Сейчас скручиваем просто кружок, это внешнее кольцо. И точно такой же будет маленький внутренний. По центру будет моё клеймо вот здесь вот. В принципе вот такой вот я уже показывал, особо снимать не буду, просто объясню на пальцах. В общем, вот так отрезаем, запаиваем, подгоняем под размер необходимый с припуском. Точно так же сделаем второй и покажу, когда буду паять. Запаял, теперь выравниваем на любой плоскости, после этого надеваем на трубу или ригель и придаем округлой форме. Сильно видеть не стоит, а то сильно увеличится в размере. Проверяем, еще нет и так далее, до тех пор пока не впишется в наш круг, который нам необходим. Продолжение следует... Вот так... Продолжение следует... 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 Прежде чем... Продолжение следует... 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 Больстер и тыльник Сейчас буду больстер подгонять Под клинок Ничего нового нет Также надфилем Выравниваем края До тех пор, пока клинок Не пройдет через это отверстие Без зазоров Как видите Вот такая вот отделка Убрал Два шарика здесь И по одному шарику здесь По два шарика Буду убирать и С тыльника и оковки Больстера Здесь также еще будут дорабатывать Все неровности А пока покажу На тыльнике Как я это делаю Выбираем самые поврежденные Шарики, которые есть У меня два вот этих Вот с них и начинаем убирать Какая здесь есть шок Вот усеченным таким Убираем Чтобы лишнее не задеть После этого всю неровность Которая образовалась После фрезы Убираем Алмазной шарушкой Выводим на один уровень То берем вот такую остренькую Тоже алмазную шарушку И делаем линии вот так Как бы разграничиваем И после этого После того как все сделаем Этой же насадкой Вот так проходимся Чтобы отделить Получается Очень четкая Красивая Полоска Как здесь Здесь даже еще не закончено Надо еще раз пройти Плюс еще вот здесь Вот у нас будут Вот такие насечки Имитирующие покрышку Это начало только Потом будем здесь еще надрезать Вот так Поглубже Ой Ошибка, ошибка, ошибка Ошибка, ошибка, ошибка Ошибка, ошибка как видите две части болстер и тыльник слева болстер доработанный наверное вряд ли будет хорошо видно это но поверьте словам слева нет сейчас покажу как дорабатывать здесь может сейчас попробуем видите шарики доработал дополнительно дополнительно провел линии здесь прошелся по всем линиям дополнительно здесь по мелочам как дорабатывал шарики взял вот такой вот алмазный цилиндрик просто круговыми движениями я на одной штучке буду показывать принцип один тот же остается здесь остались квадраты из-за того что мы по ленте били и паяли все это деформировалось поэтому надо восстановить идеальный шарик не обязательно такой большой размером можно сделать пирамидкой ну вот шарик получился сейчас поменяем насадку вот здесь видно наверно что полушарик такой внутри уходит вот этой насадка будем делать тот самый выпуклый полушарик который мы дорабатывали сначала прицеливаемся что в центре получилось потом нажимаем и круговыми движениями а кстати скорость надо увеличить иначе не прорежет его красиво все уменьшаем скорость так хоть бы видно было во 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 сейчас более менее видите соседней шарик какой пирт какой сейчас еще поменяем насадку на остренькую такую иголочку алмазную этой насадкой будем зарабатывать эти линии плюс вот эти линии но эти линии дорабатываем после того как делаем все шарики а эти линии делаем до того как сделаем эти шарики потому что когда делаем эти шарики цепляем хотим не хотим цепляем просто места нету поэтому сначала это потом шарики потом под конец ленту эту линию в два захода чтобы не цеплять сильно от середины на край от середины на край вот так друг за другом потом когда все закончится переворачиваем от середины на край потом переворачиваем от края вот так уже вот так меняем угол от края до края чтобы не было заломов заканчиваем шлифовку вот такой вот алмазной даже не это не алмазная это вот вулканическая такая насадка бывает и алмазные алмазные вообще шикарные но это тоже пойдет дорабатываем все торцы все вот эти неровности здесь ну не закончено еще когда закончим в общем сейчас уже ночь глубокая плохо видно цвет завтра это все заработаю ночью а утром алмазный не алмазный чужих к этим алмазом прицепился серной мазью намажем это все нагреем она почернеет и после этого отполируем и будет закончена и вот эта у нас фурнитура обычные хлопчатом важные круги и паста гои полируем без фанатизма просто чтобы верхушки блестели вниз даже не пытаемся залезть иначе все это сотрется это надо будет сейчас обе части вот эти полирнуть после этого будем мыть и придавать темный тон мою чистящим средством для посуды после этого промываю водой и мою чтобы отмыть вот эту химию мылом нужно хозяйственным разницы нет чтобы просто потом пятнами не покрылось некрасивыми иначе если средства чистящие останется при нагреве вот здесь могут пятна пойти не прилипнуть просто-напросто окрас и получится какая-то знаете такая темно-серая такая вкрапление такие вот некрасивые пятна кружки точки если что угодно поэтому отмывают стопроцентно и потом под конец горит под горячей водой вот так вот не густо мажем потому что если густо просто вони больше смыслом меньше то есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok